Рождественские ёлочки вновь повторят свой рижский путь. Шестой фестиваль объектов городской среды в Риге стартует уже завтра вечером. А сегодня художники ещё добавляют последние штрихи в своей инсталляции. По пути рождественской ёлочки прошлась Галина Солодовник. То ли Дед Мороз, то ли Санта-Клаус потерял свой большой красный мешок с подарками прямо в центре города. Но без праздника никто не останется. Мешок уже совсем скоро превратится в настоящий фонтан радости. Будет эффект бегущих дорожек, как такой каскад позитивного настроения, эмоций. И вот как раз детки, пробегая снизу, они будут получать вот это ощущение, что движение, что-то хорошее вокруг происходит. Осталось чуть-чуть поправить ёлку и собрать гигантскую чашку из светодиодов. И инсталляция «Рождественское чаепитие» будет готова. Подумали о детках, подумали о взрослых, которые хотят насладиться этим периодом и немножечко окунуться в своё детство. И мы вспомнили сказку «Алиса в стране чудес». Когда во время чаепития все собираются за столом, рассказывают небылицы, интересные истории и немножко уделяют время своим близким и родным. В фестивале объектов городской среды примут участие ёлочки, полюбившиеся рижанам по прошлым годам. Среди них ёлочка на прогулке. По задумке она держит путь на набережную. И никакая погода ей не страшна. Откроется же фестиваль завтра в 18 часов, когда будет зажжена главная ёлка – рижские витражи. На набережной 11 ноября. Основная идея – символы в Риге. Декоры ёлки, как будто как витражи. Потому что Рига тоже очень знаменитый город, витражи и так далее. Всего рижане гости столицы увидят 43 дизайнерские ёлки. Работают профессиональных художников и студентов художественной академии. Путеводитель по объектам фестиваля будет доступен завтра на домашней странице мероприятия – «Эглфестивалс ЛВ». Фестиваль продлится до 10 января.